Музыка 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 Может он передавали и так далее Ну, надо сказать, что некоторые вещи, которые там были выяснилкой Они получили развитие в совершенно можно и для меня в неожиданных местах и областях Ведь 들어�ка, на самом деле, русская цивилизация А вообще говоря, если мы так просто написали ретро-анализ. У нас, кстати, историческим ретро-анализом занималась только одна кафедра в Советском Союзе. И располагалась она в Донецком университете. Не где-нибудь в Москве, в Питере, а там они занимались ретро-анализом. Причем этот ретро-анализ, он толковым был там поставлен. Почему? Там анализировались произведения искусства, живопись, скульптура по, скажем, картинам. Ага, вот эта картина, видно, что женщина страдает, позитивая болезнь, например. Или, скажем, Боск, Ираин Боск, и вот художники-голландцы, видно, что там цинга просто, свирепствует цинга в этой местности. У нездоровых, так сказать, у них был сначала блеск, а потом худосочный. И вот эта вот медицина сама вся, она очень информативна. Ну, дело в том, что, конечно, спрыгия, это когда конечность... Да, да, да. И это тоже. Ведь первое упоминание о том, что спрыгию можно народ троить, это была незаменная Екатерина Медичи. Медичи, ведь она целый труд издала. И ни один причем труд, и там, значит, среди прочих, значит, вот те яды, в основном это были... Ну, там так, там были минеральные яды и растительные яды. И вот, в частности, не только спрыгия, ведь вы понимаете, что тут же болеголов, например. Мы можем, так сказать, найти вот таких вот вещей, и у нас под ногами. Причем некоторые растения, скажем, если мы говорим о... Спрыгия, она же вместе с хлебом, а хлеб чем вы замените можете? Ну, как, чем? Дело в том, что это зараженные спрыгиями. Да, естественно, что это поражает, естественно, злаки. И были проявления вот этой вот болезни у китайцев. Потому что, так сказать, ведь они свое земледелие-то бурно очень развивали, но они же сгоняли там есть этот народ, все это очень тесно было и так далее. Леной земледели, и вот там их испарили. Я хочу не об этом сейчас сказать. Ну, можно я буквально? Ну, ради бога. Просто вы ссылаетесь на эти картины, да? Ну. На самом деле это же не выборка такая большая. Это художник рисовали конкретно натуру, которая вот или умрет, или при смерти скоро будет. Ну, фактически это посмертная фотография. Зачем же, зачем же так? По-первых, это целый ряд художников. Эпидемии, как раз эпидемии. Ну, меня вот не записали просто? Не записали. Ну, Брейгель там, Питер там один, младший старший. Ну, что касается эпидемии, когда они связаны со страшным судом, вот хотелось бы вот именно эту тему развить. А то мы будем так целые медицинские справочники изучать по каждой больнице. Какой смысл это? Тема на его доклады. Вы понимаете, как эту тему? Я-то буду сейчас соступать. Ну, все. Ну, я же знаю эту тему-то. Ну, я просто слышал ваши доклады ранее, и мне хотелось вот эту... А, ну, так ради Бога, я могу как-то и приватно это все... Да, ссылки нужны. Про эпидемию, про медицину это отдельно совершенно. Знаете, как болезнь цивилизации, есть у меня статья, там... Вы же читали наверняка. Туда, да, можно кое-что добавить, и кое-что появилось, и связанное с лучевой болезнью, в частности тоже. Там есть такие вещи. Вот сейчас скажем, лепра, болезнь на земле есть или нет? Нет. Нет. Почему? А последние лепрозоры закрыли, и все. И новых случаев нет. Из-за чего лепра возникла? Из-за чего возникает лепра? Что является сблиник лепрой? Проникающее излучение. Вот. Вот Хиросима Нагасаки, лепрозоры. Вопросов нет. Лепра была и у тех, кто лежал из ликвидаторов червобыльской. А Вали в Гуден, если бы так славилось. Да, 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 там... Но я же не об этом хочу сказать. У меня же картинка называется. Русская что? Цивилизация. Цивилизация. Ну да, да, да. А когда вообще впервые в истории в ретроанализе, еще ведь возникнет понятие русской цивилизации. Чем вообще она отличается от других? Ну, там... Древний Египет, у них была своя цивилизация. Древний Египет, у них своя цивилизация. Китай! Господи, мама, не горюйся! У индусов там ни одна была цивилизация. Там вообще начало и конца не видно, потому что там... У индусов, у китайцев, у межоциклических. И поэтому там очень трудно разобраться, на каком круге то или иное происходило, и какие-то, так сказать, события. Вот... Кто у нас занимался вот этой вот историей всерьез? Ну, знаем, Карагзин там, так сказать, много чего написал, но и кроме к нему там и Лызлов, и многие другие. Но когда это все появилось? Когда? Понятно, что пока не было русского чего-то такого, что отражено во внутренних или во внешних источниках. Внутренние источники – это что? Это летописи, сказания, былины и так далее. Вот если мы возьмем вот этот класс, выясняется, что все это восходит из видения к 9 веку. А дальше не будет. До 9 века как бы нет никакой русской цивилизации. Нету даже мысли о том, что где-то может возиться какая-то русская цивилизация. Как же так? А что же до этого-то было? Ну, ясное дело, что, когда заинтересовались истории, уже появилось государство, оно было, то, собственно говоря, первые вот эти исторические баталии, они были при ком? При великом государе Иване Васильевиче. Только не при Гродко, а при его дедушке. Иван Васильевич, который был третий, он на самом деле, как он в историю вошел? Ну, у него там была супружница, вот эта вот, вторая была супружница, не Мария Тверская, а Софья Палеолог. И он, значит, фактически, как там рухнула Риферия, значит, соответственно, вот, он был наследником через нее, но, что мы, почему потом его отгрозят? Мы там, в общем-то, не только там, в Византии. И от этого Цезаря-то мы еще ведем, да. Спрашивают, на каком основании вообще такие утверждения делаемся-то? А где там, кто мы-то ведем верхушку, которая... От августа. А, от августа. Вот, от августа Кесарина, от августа, правильно правильно, от августа Кесарина. Когда был август Кесарь, это оно. А почему? Кстати, шведскому королю запрещалось, а он это как бы сам ввел. Михаил, ну, слушай, докладчик. Ну, это... Потому что это символ мосцилитета. Ну, это понятно, что... Ведь это же понятно. Август — это лев, условно. Ну, понимаете, когда были уже несколько позже, когда был Петруша, когда был польский король другом его, и они там, значит, корешились вроде, и мы пойдем на Рим там вся вместе и так далее, да. Трехглавая такая вот. Ну ладно, аккорды они все были высокие такие, статные, значит, видные. Вот. Ничего из этого, конечно, не получилось в результате у них. Вот. Вот. Но, что касается русской цивилизации. Ведь на самом деле здесь очень интересная вещь вот такая. Русский язык. Я этим вопросом занимался очень много, и азбука и русские и европейские слова. И специальная книга есть, которая написана. А ведь русская азбука, она существенно разница с церковью славянской. Если мы посмотрим. И вот эти вот разница вот эта вся, она говорит о том, что в самой вот этой Руси изначально были свои принципы, свои законные правила. Когда же это все начало проявляться? Ведь в 16 век это сумасшедшее время. Мы понимаем, что... Ну, началось это там. Умер Иван Васильевич Третий. Кстати, точные даты. Ну, нет. Потому что, по ним данным, он умер в 1498 году, по другому, а он даже был в 1505 году. Даже это не было. И тут же что происходит? Еще с Харием, ересь житовствующих там архиепископ Геннадий, Черт и что, говоришь. Потом смутное время начинается. Весь 16 век. А что, это тоже только у нас, что ли? Здесь, в Москве, ничего подобного. Если посмотреть, смута точно такая же в Англии, точно такая же во Франции. В Германии вообще еще практически существует Германию. Там престарелый один есть, который прожил неизвестно сколько лет, так же, как этот. Казимир Полик, который 90 с гаком лет, внучка родила в каком-то уже совершенно преклонном возрасте. Но анекдот. Говорит только. Это же все связано с тем, что какие-то бурзописаки, что-то такое. Конечно, куис регио, эис религия. Это кто правитель, тот и церковь, того и история. Дело-то в том, что каждый приходит к представителям новой династии. Любой переворот, любая революция. Смена династической армии. Ну, Катя Мирича там отравила троих этих потомков. И Германия, который сам у нее был, она его хотела уничтожить. А он тем не менее, он стал там на какой-то ремках. Вот вам, пожалуйста, это же это все было. А спрашивается, а что было Мирилой? Вот эта вот история верная, а эта история не верная. А дело-то в том, что были какие-то династические линии. Вот у Фоменко с Носовским есть вот там, допустим, списки католикосов армянских. Там на тысячу лет этот список развернули мифическими вот этими самыми католикосами. Тысячу лет добавлен. Я лично в славном городе Риме, в вечном городе Риме, виден братскую могилу ремских пап. Их там шесть штук, вот так вот расположены под одной плитой. И вы думаете, как так может? Как это шесть ремских пап братскую могилу засунули? Да они там написаны, сколько они были папами, когда-то помяли. И это занимало 150 с лишним лет. Но как-то бывает. Так и бывает. Далее, христианство. А кто вообще у нас всем этим заведовал? Какие у нас самые древние храмы? Где они? Ведь в Москве, между прочим, в Костаеве, Эскурсинге, откреплю. Там с этой Москвы мечеть была. Нет. Которую построил для вдовы Ерея, царица Ереан, построил ее названный брат. Какой? Василий Третий, папа, Иван Груст. Вот как это так? Где она сейчас? Почему этого нет? Почему в этом никто не говорит? А почему там могилы, если стали вскрывать могилы этих вот Рюльиковичей, которые там еще похоронены? А там, в одной могиле вообще про черепы обнаружили конские. Он говорит, это был конь, на котором... А я, Костаев Леонидович, Йордович написал, там говорит, что... Ну вот на борзых ишаках скакали, потому что коней не было. 15-16-летний Иван Грозный, будущий царь, он на борзом ишаке стал. Почему? Не шоке-то. А потому что конь истории совершенно бешеные идеи. Вот когда историю коневоста взять и поднять, то кто же у нас вообще начал заниматься конепостом? Не было же лошади. Ведь хороший конь, можно посмотреть, есть эти данные у англичан, сколько стоил хороший конь. Да бог ему! Он царство за коняк, кто говорит? Да? Дальше. А-а-а! Три мушкетера. Там тоже есть эпизод, когда играет против лошади. Сколько пистолей там стоило, условно говоря. Конь – это было настояние. Для мужика, вот, допустим, лошадный и без лошадного. Еще вот даже в 19 веке это была большая разница. Потому что без лошадного это вообще не было. Так, а если вот лошаденка есть, кто-то вывел мужик лошаденку, выехал бахать. И что-то бахал. Крикнул там – ну, мертвая. Так-то, мать! Ну, где-то так народная песня. Но ведь это же честная правда. Теперь, мальчик Пушкин – наше сон. Мы берем эпиграф 2 глава. Ирина Ивановна. Евгения Ивановна начинается с чего? как бы тут еще такая ссылка написана хор, что это изгорация а по-латыни что она все это называется? о деревня! вот в этом, между прочим, колоссальный смысл Пушкин ведь был не тот гениальный поэт, он был прекрасным историком он же читал архивы, которые ему поставил император Николай I давал почитать где вся подноготная, которая была там доступна, не только романовская, но и другая ведь он же, это же Пушкин, например, установил, что гузу там это песни западных славян, что это? фальшивка он написал там, попросил Соболевского написать автору что же это такое, вы пишете? господин Мирены тот сознался выгодиятый человек, который знает правду ответил Пушкину через Тоболевского вот вам, пожалуйста откуда есть пособия что такое была русская цивилизация приведу такой любопытный пример у нас в глубинке можно найти вот есть где-то в среде Поболзе две деревни называются они Хананеевки Хананеевки, потому что в них живут кто? Хананеевки а Хананеевки кто такие? Хананеевки жители Ханаана да, это враги Израиля вот они как бы антиизраильские значит с кем-то они там не дружили причем одна деревня Хананеевка это русская деревня а через поле была другая деревня мордовская и вот между ними было соперничество кто из них правильные Хананеи там в избах полы были в русских там а там просто земляные полы были и вот так вот по-другому они там по-разному они там все жили но между прочим так сказать войн между ними не ух это я к тому что русская цивилизация предполагала что мы уважаем соседей и так было в Великом Княжстве Литовском я хочу сказать что самое русское государство которое было вот на наших там границах или в пределах Советского Союза это было Великое Княжство Литовское какой был государственный язык на котором говорили все Великое Княжство Литовское русский язык а как же не два а Литвы как таковой не было это было жемайчук жемайтийская вот там часть населения была которые в общем-то особо ничем там не выделялись в то время а язык был русский Великого Княжства Литовского а понятное дело что было очень сильное соперничество между тогдашней Польшей и Московией вот эти вот непрерывные до сих пор сохраняется между прочим все то же самое потому что ведь Польша это же удивительное в этом отношении образование ведь население довольно большое больше 80 миллионов человек там да каждый пятый шляхтич ну как извините меня в нормальном государстве вот они считают себя эти это если 20 процентов взрослого населения шляхт этому государству нормальная жизнь не дает никак потому что кто выше сидит кто и так далее это вот это беда поляков беда хотя сейчас вроде бы не так это заметно но тем не менее это неизбирная совершенно черта которая и присутствовала и вот все эти польские восстания и попытки их умиротворить ничего не получается никогда и я был неоднократно в Польше я видел такие районы ну нищие совершенно были районы после того как у них вот это вот солидарность началась солидарность началась солидарность нищие они были все а я был там с делегацией российской генерации нас кормили так что голодные эти в окна смотрели и смотри что вы постами смотрите это было готовиться это это было страшно смотреть когда мне там женщина которая убирала от нас она увидела у меня говорит ой железку я говорю что за железку надо я по-польски с этого слова тогда не знал увидела у меня утюжок утюжок вот такой утюжок для глажки и виталий невозможно вот вам русская цивилизация для поляков и отношения да вы на все дайте а потом мы это стыдно и то же самое было в Советском Союзе кстати говоря ведь во многом Советский Союз рухнул по тому что русской цивилизации там совершенно как бы отошла на третий план там национальные республики там сидел какой-нибудь такой вот бейт которые были там все вот в результате и он уже был царь и бог и никакой там советской власти в нашей партии должен быть русский чтобы он с центром общался а так и остальное ферганская долина вот вот мы говорим там в теме о лекарствах а что конферканская долина это же была закрытая опиумная фабрика опиумная фабрика и опиум оттуда шел во всю Индию куда угодно действительно находилась вот это все извините русской цивилизации вот издержки нашего цивилизационного процесса заключается в том что наряду только нет порядка только нет как писал наряду нет а нету нормальной структуры которая бы себя хорошо воспроизводила кроме тех которые кормятся у меня все а вот у Кушкина Руслан как переводится ну Руслан значит была так местность она называлась Рус-Алань Рус-Алань значит и Аланы на самом деле это друзья были русских и жили они в общем-то в добром этом самом таком согласии и никаких раз между ними не было поэтому это Рус-Алань поэтому Рус-Алань это да у нас ведь посмотрите как любопытно русские представители соответственно славян татары представители тюрков и Кумур Рахим это представители вот этой общественности это три основных народности составляющих если между ними есть определенные согласия и не вмешательство в их внутренние эмоциональные какие-то вещи все будет нормально и Муртазар Ахимов мне лично играл на гармозе вот такой играл Итальян я говорю это концертина итальянская это настоящий татарский инструмент он чуть не обиделся на меня был такой человек так что нельзя этого задевать ни в коем случае вот а главное кому-то надо скользовать ничего страшного подумаешь велика а кому-то можно сказать там это татарский мельсинь это хорошее изих и вот на этом я еще вопрос 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 такой москалецкий язык москалецкий язык мы говорим москалецкий язык это что Россия москалец что касается языковых пластов это не только москалецкие у Грегоров что было? Кафаримуса и Демутика. А у скандинавов, шведов, Ригсмол и Лансмол, то есть язык верхушки и язык простонародия. Понимаете, что делать? У нас это трансформировалось, там и скандинавы, черни разговаривают. А основным языком этих наших, которые по-французски говорили, с Наполеоном воевали, а говорили по-французски. Ну, типа, да, государственный язык. Но такой же был и только у нас. Французский язык был государственным в Англии. А что касается Германии, который поздно образовался, у них вообще были проблемы с государственными языками. Какой будет у них? Нижненемецкий или верхненемецкий, или славянский? Или славянский, да. Потому что здесь стишок такой. Ich deutscher michel verstehe schirr nicht in meinem Vaterland. Das ist ein Schand. Как же стыдно, что я немец, исконный. Михель. Вот. И я ни хрена не понимаю своей страны. Вот так вот они и понимали своего немецкого языка. Я вам хочу сказать, баварцев в Берлине. Половину не пойму, что говорят баварцы. В Баварии язык вот такой. Я там был. Знаю. Ярослав, у меня можно еще два вопроса? Я просто так скажу. Ну, я хорошо знаю. Первый, вот вы косвенно ссылались на письмо Ивану Грозному Югрену, шведскому королю, где, собственно, от августа он король привел и описывал его. И там, собственно, был сюжет, что этот юг, шведский король, отравил его двух послов, великих людей, которые ему было жалко. И вот он употребил такое слово, как совесть. Вот как вот шведскому королю на шведский язык перевести вот это русское слово «совесть» с учетом того, что его внучок, вот, Густафан Ваза, да, вот, он употребил этот свой флагманский корабль в Бахтийском море. И вот есть музей, и в Казахстане его анализировали. Какие там были символы и царской власти, и от римской, что там было. Вот там этот символ лев, писающий Уделя. Вот, кстати, вот в этом письме Иван Грозный при помощи Кабалы поставил его на место. Сказал ему, что Ваза – это символ ночного горшка. Да. Что касается совести, я хочу сказать, что, как ни странно, перевести слово «совесть» русской на иностранный язык – это очень большая проблема. Потому что, если говорить, допустим, на английский, там, к слову, «коншельцу». Ну, вроде бы. На самом деле, это не совсем, как бы сказать, адекватный период. Потому что, что такое совесть? Это совместное знание. Совесть. Совесть. Это совершенно другой сакральный смысл. И не только это понятие, но и некоторые другие. Вот видите, он же жалел этих двух отравленных. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. И говорят, ведь как, вот этот, он там, этот был ужасный, как, спрашивается. Против того же Ивана Грозного? Ну, а потом же Пасхель был. О, совесть лютая. Да. Как бы мальчики кровавые. Да, 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 да. Кромальчики кровавые. Вот ведь в чем дело. Но это уже Пасхель на самом деле. Это да. Но дело-то в том, что, во-первых, там еще вариант такой есть, что самих по себе Ивана Грозного на протяжении его царства формально было не один, а как бы… Ну, в момент у нас. Да, в момент у нас вот. И я это никак не обсуждаю. Я просто хочу сказать, что просто обстановка была такая, ведь Оприсино на самом деле… Что такое Оприсино? Вот посмотрите. Оприсино, на самом деле, это тогдашнее КГБ, которое должно было с внутренними врагами бороться. Значит, были внутренние враги. Вот чем дело. А откуда они пронись? А потому что каждый, извините, боярин, он считал, что он вообще пуг земли, можно понимать, что там сильно… Кто выше сидит, значит, за столом, когда собирались… Ведь Москва-то была, называлась Третным Владимиром. Это же Пушкин написал «История села Горюхина», называлась. А теперь она как «История села Горюхина» в 7-м… Да, в 7-м доме «Десятитомника» Пушкинского присотрудника. Там она описана. Почитайте ради бога. Там, ну, такая просто вот… По русской истории проходится, значит. Что, когда приехал там кто-то… Какого-то прислали, значит, руководителя сверху. В три года там Горюхина объезжала. То есть везли там… Налоги сумасшедшие, то есть в 5-десятых. И там Терентий писали, он пишет. Терентий, как он был известен, тем писаем. Вот этот вот. Что он писал левой рукой, так же, как и правой. А потом выучился еще писать левой рукой. И вот таким образом… А он вел книги, так сказать, для топить. Понимаете? Это такая сатира пушкинская на вот это все дело, которое было. И все это дело производства. Какое там хрестопол? О чем там речь идет? Когда у Пушкина вот это и есть. «История Силагородицы». Вы почитайте. Она есть и в сети, и так далее. Тут диву даешь себе. Это надо просто знать. А то мы изучаем, там Пушкин наш и все. Я же с этого начал. Вот Пушкин наш и все. Вот и закончить хочу. Пушкин – это наше и все. Спасибо за дело. Спасибо.